Денис Павленко 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 монтаж и, я надеюсь, все это успеть сделать. Возьмут, не возьмут, я не знаю. Для чего тебе участие в этом фестивале? Этот фестиваль не первый год проходит. И почему именно сейчас ты решил, что тебе надо? Ну, тут такие два момента. Ну, первое, я подумал, если фестиваль у нас проходит в Омске, тем более уже их сколько? Пять лет он проходил. И ни одного омского фильма не было. Почему бы там не появиться в Омскому фильму? А второе, ну, я лучше сейчас стал снимать, я многому научился, а за старые фильмы мне даже стыдно. Хорошо, что я их никуда не подавал. Хорошо, что за эти пять лет я чему-то научился. И сейчас вот даже последним фильмом «Под звездным небом», ну, прошлогодним, вот мне с ним уже, ну, не стыдно. А со следующим, ну, еще он будет более качественный. Вот ты сказал, что этой весной вы сняли свой фильм, да? Сколько занял процесс съемок? То есть сколько съемочных дней было? Снимали мы в течение двух месяцев, но не каждый день. Всего съемочных дней было 17, если я не ошибаюсь. 11 из них прошли в одном из баров ночных. И причем, что в этом баре было удивительно, нас там кормили обедами. Бесплатно, бесплатно, да. Такого вообще никогда не было. Где бы мы не снимали, нам все приходилось покупать, там, чай, воду, все такое. А тут нам даже обеды давали, причем на всех актеров. Придут трое, троих покормят. Приходили даже восемь. Ну, пожалуйста, восемь. Но это говорит о чем? О том, что амичи, бизнесмены заинтересованы в этом? Есть такие, которые заинтересованы. Ну, конечно, есть такие, к которым я приходил, и они сразу, ой, мне неинтересно, все, вот это вот не нужно. А есть такие, к которым приходишь, и разговор затягивается, и понимаешь, что им это интересно. Но не все решаются чем-то помочь. Ну, хотя бы понемногу уже начали помогать ей. Это очень хорошо влиять на качество. Вот два месяца съемочный процесс. Я так понимаю, что очень много месяцев занимает сам монтаж. Примерно два-два с половиной месяца монтаж занимает. То есть он примерно равен, да, там, плюс-минус съемочному процессу. Ну, вот для телезрителей, которые, естественно, не в киноиндустрии, да, не в телевидении, расскажи, почему же так долго монтируется? Вот конкретно твой фильм. Что ты, каких-то спецэффектов, взрывов нет? Ну, взрыва и спецэффекты нет. Ну, как бы я другой жанр, больше стараюсь драму испытывать. Ну, там будут, конечно, помелочи какие-то эффекты, но они много времени не займут. В основном у нас не было звукового оборудования, и поэтому некоторое время займет переозвучка всех персонажей. То есть мы сейчас сделаем с оператором черновой монтаж. Отснято, если я не ошибаюсь, где-то около 20 часов материала. Нам надо собрать, ну, час, час-двадцать из этого всего. И сначала собрать с черновым звуком. Мы будем приглашать по два-три актера, все будем переозвучивать, и потом мы займемся уже чистым монтажом и монтажом звука. Ну, а потом цветокоррекция в финале. Поэтому это все растянется, ну, месяца два, вот я два с половиной рассчитываю, не меньше. Актеры. Казалось бы, да, ну, кроме многочисленных театров, откуда еще актерам у нас взяться? Вот где ты берешь своих актеров? Актеры либо уже давние знакомые, и которые знакомятся еще где-то с актерами, приводят, и постепенно вот так по цепочке. Ну, вот не так давно факультет, не факультет, колледж культуры и искусств. Я про него, конечно, давно знал, но как-то не получалось вот повзаимодействовать. И тут как-то, как говорится, прорвало, и прошли вот эти вот, пошли эти актеры оттуда вот. Причем не один, не два, больше десяти даже. А потом из киношколы Максима Дьячука брал несколько. Да, да. Вот оттуда несколько актеров самых лучших взял. Ну, постепенно, конечно, разъезжаются. Уже несколько человек уехало, а я так на них надеялся. Ну, хорошо, что успел хотя бы в одном фильме их заснять. Я знаю, что и прямо вот сейчас, то есть в эти дни у тебя происходят еще какие-то съемки. Да. Что это? Что ты почему-то зачастил со съемками? Да я не могу остановиться, на самом деле. Как в 2009-м начал, и в 2010-м году премьера первая состоялась, все, я не могу остановиться даже на несколько месяцев, ой, на несколько дней даже не могу остановиться. И сейчас идет монтаж мгновений жизни, вот этой самой абстрактной драмы. И одновременно начинаю съемки мистического триллера «Феерия душ». Там будет вообще такая интересная ситуация про призраков. Ну, концовка там, конечно, перевернет абсолютно все. Все, что там было до этого в фильме. И завтра я начинаю съемки, нужно про завтра вообще говорить? Конечно. Завтра я начинаю съемки одной из самых сложных сцен, там будет участвовать 20 актеров, все будут в гриме, в гриме таких, ну, типа, не зомби, а может быть, какие-то призраки, ожившие мертвецы. Вот придется 20 человеками руководить. И съемки этого фильма затянутся, наверное, до августа. То есть параллельно будет идти работа над монтажом мгновений жизни и съемки «Феерия душ». И, получается, осенью будет две премьеры. Вот «Феерия душ», как ты сам жанр определяешь? Триллер, ужасы? Не ужасы, страшно, конечно, ничего не будет. Больше делаю ставку такое на напряжение. Хичкока, конечно, далеко, вряд ли, если только процентов 5 от него, может, и то меньше, если получится. Хочу сделать такой фильм, чтобы зритель смотрел, пусть ему будет не страшно, но он захотел дождаться того, чем это все закончится. Вот это вот главная будет ставка. Ну и актеры, конечно. Очень долго я искал актрису, наверное, у меня ушло месяца три на это. Хотя вот у меня там много друзей ВКонтакте, но это ничего не значит. За этот год, что мы с тобой не виделись в рамках нашей программы, вышло огромное количество фильмов на большие экраны. Многобюджетные, миллионные, голливудские. Прошлый год был годом кино российского. Что из тех фильмов ты бы мог отметить? Какой? Именно из российских. Именно российских, да. Раз уж год кино. Столько денег министерство выделяло. Да, ну я многих таких российских и не помню. Движение вверх, да, хорошее получилось. Очень качественно, очень сильно удивило, что такой вот масштабный фильм с такими красивыми съемками удалось сделать. Ну, очень удачно. Ну, как известно, он и собрал очень много. Это второе место после «Аватара» по сборам в России. Я не знаю, помню и знаешь ли ты вообще об этом. В прошлом году в кинофестивале «Движение» принимал участие Борис Гуц. А Мич, который сейчас живет в Москве и тоже активно снимает фильмы, по-моему, с арбузными корками он, да, принимал участие. Ну так, после движения, после фестиваля и предложения начали поступать и как-то вроде, ну так, я слежу за ним в фейсбуке и как-то немножко в гору все пошло. Вот, возвращаясь опять к этому вопросу о твоем участии в фестивале. Все-таки есть надежда на то, что заметят, увидят и дадут развитие? Да, надежда всегда есть. Там же много продюсеров всяких присутствует, не только актеры, режиссеры. И тем более жанр такой, ну, прямо фестивальный, я бы сказал. Есть такое понятие, как фестивальное кино. Мои знакомые так объясняют, это когда ничего не понятно в фильме, это фестивальный фильм. Ну вот у нас будет ничего не понятно. Посмотрим, как получится на фестивале. Но это не, ты не ставишь равно фестиваль, там, не знаю, арт-хаус, например? Или можно поставить? Ну, нет, даже какой-то, ну, опять же, мои актеры называют, что да, кто-то арт-хаусом это называет. Ну, я назвал абстрактная драма. Как вот у художников, смотришь на картину абстрактную, полока там, или там, ротка, например, абсолютно непонятно, что нарисовано, какие-то мазки. И вот у нас фильм будет именно из таких блоков составлен, что не будет понятно, что на самом деле произошло. Познакомились эти персонажи на самом деле, или это все какая-то ложь выдуманная? Значит, надо будет смотреть. Спасибо тебе в очередной раз за то, что встретился с нами. Желаем тебе удачи в монтаже, в сведении, в озвучке. Ну, и, наверное, хотим видеть все-таки твой фильм в листе участников фестиваля. Спасибо тебе и удачи. Спасибо. Спасибо.